Я думаю, нафига я буду есть? Я сегодня сосиски в тесте жарила, я попробовала половинку сосиски в тесте, мне достаточно хватило, ну и как-то... Зачем? Ну почему худеть? А зачем худеть после 30? Почему не поздно? Типа зубы... Будь худая, но с кривыми зубами... Какая-то у вас логика странная. Типа зубы делать поздно после 30, а худеть не поздно. Да уж какая рай, там уже и зубы пускай кривые будут, и толстая будет, там, не знаю, необъемная. Была бы возможность раньше сделать зубы, я бы и раньше сделала их, что бы нет. Мне предложили бы кто-нибудь бесплатно зубы, я побежала бы и сделала их. Сейчас, когда я занимаюсь там блогерством, когда работаю с клиниками с разными, мне предложили совершенно бесплатно сделать зубы, что я отказываться с зубы, я что, дура, что ли? Да, блики-то ставила в Красноярске в клинике Демократ. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Сейчас сиськи с подсветкой делают. Ты что, Мура, ты что, правда, что ли? Мне грудь предлагают сделать врачи совершенно бесплатно, но я буду ее за деньги делать. Почему в детстве не сделали? А кто в детстве устраивали мои зубы? Да в детстве-то я не была популярным таким, там, брекеты какие-то. У родителей не было возможности, вот и не сделали. Да и я и не парилась сильно, типа, я бы и сейчас не парилась, если бы мне бесплатно их не парилась, я бы платно не пошла бы их делать, всю жизнь ходила. Какие-то у вас вопросы, блядь, ебанутые, простите, господи, простите меня, если кто-то... Ой, я просто другого слова не найду. Вам сколько лет? И про сиськи, значит, ну, типа, бесплатно. Но я пойду платно делать, потому что доктор, который бесплатно предлагает мне их сделать, он хочет, чтобы я, значит, выставила фото до и фото после. Но, типа, я такого делать не буду, типа, я что, с ума сошла, что ли? Такие, представляете, листайте мои ленты, у меня сиськи мои такие отвисшие. Да, потом, после. Да не, простите за матерок, просто, знаете, как-то это... Я не понимаю просто, какие-то вопросы тупые, типа, ну, есть сейчас деньги, да, там делают. Да и не в деньгах, говорю, дело. Мне, я и по бартеру сделала зубы. Знаете, что такое бартер? Я рекламу, мне зубы. Так вы из-за популярности, о, господи, иди в салса, Саня, иди куда-нибудь, поешь. Если вы еще не поели, идите поешьте, как говорит моя подруга Карина. Из популярности. Если я не хотела вообще брекеты железные, я не хотела, чтобы их видно было. То есть, у меня сестра, если поставила брекеты, она прям железная, она ходит. Катюха тоже, да, лошадка. А я сразу говорю, ой, прозрачные, либо белые. Я не хочу, чтобы они выделялись, а прям, чтобы их видно было. То есть, для меня это так, типа, выпрямить зубы. Приветик, Тольятти. Такие эти, кто-то там сидит за аккаунтом закрытым. А мне сегодня, кстати, пишет какая-то девушка, типа, какую-то гадость написала очередную. Я захожу к ней на страницу, а у нее одна фотография, ноль подписчиков. Ну, я просто взяла, угарнула, пишу. Говорю, привет. А ты что, говорю, не со своего аккаунта сидишь? А она такая, а ты что, меня знаешь? Я пишу, конечно, знаю. Ты знаешь, что вообще у одного, вот ты аккаунты создаешь со своего телефона, а адрес у вас, а IP-адрес один и тот же. Я говорю, что со своего не пишешь? Сыкотно. Она тут же меня заблокировала, тут же скрылась в неизвестном направлении. В гости к родителям к лету поеду. Танечка такая молодец, я вас обожаю. Спасибо, привыкла же разговаривать, нет, шепеляю. Ну да, немножко бывает, когда что-нибудь там, на морозе, знаете, на морозе прохладненько. Почему так реагируете на вопрос? Вы как-то спыльчиво ведете себя. А как хочу, так и веду себя. Почему я должна как-то там, вы мне что-то спрашиваете, то, что мне не нравится, а я должна, типа, ну, мяу, мяу, вот так вот, что ли, реагировать, как хочу. Мой канал, понимаешь, я хочу жопу сейчас в экран, покажу тебе и сиди, смотри, улыбайся. Если не нравится, выходишь отсюда, вот и все. Вот эти вот люди, у которых в голове одна нитка, да, которая уши держит, вот, они почему-то считают, что если ты блогер, то ты должен хавать любой вопрос, типа, у тебя нет вообще там, ты должна улыбаться всегда, и все. На связи, Красноярск, Оренбург, привет. Оренбург, Оренбург. Ну, типа, у тебя не может быть, ты не можешь никак отвечать грубо, типа, ты же блогер, вот и сиди, и хавай, и все, что тебе говорят, типа, улыбайся, так реагируешь на критику вообще, как хочу, так реагирую. Вы же ко мне зашли, не я же к вам зашла-то. Кому нравится, тот сидит и смотрит, кому не нравится, тот просто берет, ветер рисует и все. Украина, привет, люблю Красноярск, включаю по Байкину. У нас очень красивые, у вас очень красивые глаза, спасибо, обожаю вас, спасибо. Ну, ты же тоже человек. И вообще, я из тех людей, которые говорят сразу прям бух и все, и не думают. Вот я говорила уже про изгиб ресничек, без понятия, прям правда. Я прихожу, показываю картинку с интернета, говорю, здрасте, вот такие мне ресницы сможете нарастить? Она говорит, да ложитесь, и я ложусь, и все, и даже не спрашиваю вообще, что он там делает. Потом она мне говорит, что нравится, я говорю, ну да, нормально, пойдет. Кстати, я, наверное, я не помню такого, чтобы я прям в восторге-восторге была от ресниц. То есть обычно я, ну, всегда такая, ну, типа, ну, типа, ну, блин, ну, как-то вот, может быть, надо было по-другому немножко. А потом через день я такая, да нет, ничего, вроде нормально. Общаюсь с родителями мужа. Крым, привет. Хакасия, привет. Сейчас Лера купается, сейчас покупается, завтра сокращенные уроки, она, она радостная, там, они готовят какой-то к 23 февраля мальчишкам сюрприз. Целый день сегодня в комнате что-то рисовала, сидела, бумагу мяла. Пашины, привет, Нижний Новгород, привет. Я единственное знаю, знаешь, Анна, что это лучики какие-то, типа, это называется лучики. А вы считаете, что не зная человека, вы имеете право говорить, что у него какая-то нитка в голове? Да вам нравятся те, кто сидит и молчит или хвалит вас? Ну, всем нравится, когда их хвалят. Вот, ну, я и на ваши тупые вопросы по-тупому отвечаю, правильно же? Настя Костина, привет. Я тоже такая про ресницы дома посмотрю и думаю, можно и по-другому. Ну, я как-то, знаете, во-первых, когда ты делаешь ресницы, ты, да, закрытыми глазами, там, два часа пролежал, потом такой открываешь, она тебе зеркало сует и говорит, типа, нравится, ты такой, знаешь, глаза слезятся, ты, да, 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 все окей. Домой приходишь, потом, знаете, там, пока ехал в такси, там, мне надо дома, думаешь, господи, боже, все-все вижу вроде. Домой приезжаешь, типа, ну, спать ложишься утром, ну, ничего. Да, у Леры уже очень мало осталось, там, сыпи, начали пить, там, препараты и мазать. Вот, насколько я знаю, Элли, сгиб, это, типа, как будто бы у тебя стрелочки, да, больше вот сюда, вот на эти стороны, если я не ошибаюсь. Хай-хай, красноярские девчонки, привет. Ну, типа, как-то, как стрелочки. Катя, не знаю. Не, у меня нормальные волосы. Норильск, привет. Мне тут снилось, что я в Норильске, у меня на подоконнике укроп, я, знаешь, сажаю на подоконнике укроп. Ну, вот вам 33 года, а вы вопросы такие странные задаете, вот эти, не поздно ли после 30 зубы делать? Ну, вот вам не кажется ли, что это какой-то был глупый такой вопрос, вот, нет? Нет, я не говорю свой вес, я никому не говорила. Я просто говорила, что был трехзначный, стал двухзначный. Сестрой родные, да. Привет, Танюша, привет. А, Эль, как будто сломанная. Изгиб у них под углом. Ну, а мне хотелось, вроде вот, вот мне бы и нравится, но я бы больше, как бы, вот сюда бы вот натянула их, а здесь бы немножко поменьше. А мне что-то сделали, короче, прям эти лучики, прям по всему глазу, какая-то как кукольная. А я в 40, говорит, буду делать зубы, правильно? У меня мама, вот ей 50, блин, за 50 вот зубы ездила делать. Что ей теперь, если после 30, все, значит, по вашему мнению, ходить, выпал там, сломался зуб. Ну, ну, что, уже после 30, да нахер эти зубы? В смысле, до сих пор ношу. Их носят люди по два, по четыре года, блин. А я их ношу только с ноября. Лисий эффект? Да я вот, если бы еще запомнила, понимаете, сейчас помню, через две минуты не помню. Привет, привет, лисичку просите по ресницам. Привет, алтайский край. Лерка выйдет с ванной, я отключусь, надо уже спать ложиться, уже 21.45 у нас. Надо ее баю-баю-баю-баю, засыпай. Глоток позитива ваш серый будет мне. Ой, теперь я так же, как и вы, знаете, на этом же месте смотрю свои истории в актуальных и думаю, блядь, неужели я там была? Неужели? Я вот вчера с мамой разговаривала, говорю, я не верю, что я была на Мальдивах, я не верю, что я видела с иллюминатора, блин, как он называется-то, земля в иллюминаторе, блин, почему у меня в иллюминатор, а кошка-то это, алюминатор называется, нет? Я же колхоз красная заря, я не верю вообще. Таня, как полведра в неведро жрать? Так неведро накладывайте. Не, вообще первоначально это кажется, что тяжело, а потом ты привыкаешь. Оказывается, все-таки, вот знаете, говорят так же про спорт. Я не люблю спорт, и мне объясняют, что типа, ну так, это все так же, как с питанием. Походишь месяцок, потом втянешься, не вытащишь. Но я не могу даже месяцок туда, неделю-то не могу проходить. А с питанием у меня, естественно, получилось месяцок продержаться, поэтому дальше уже легче. Здесь уже чисто, вот ешь то, что ешь. Просто вот наложила в тарелку, потом рукой взяла вот так вот, смела половину, вот эту половину съела, ту, извините, все, до свидания. Добрый вечер, я позвала. Если лучше ставить брекеты, так еще можно намного быстрее поправить прикус. То есть самое лучшее. В детстве у меня не было возможности поставить себе брекеты. И в детстве я вообще, вот я тебе еще раз повторяю, я никогда в жизни не парилась насчет своих зубов. У меня два передних зуба всегда были ровные, и меня это устраивало, мои два кролячьи передние зуба. Потом поставила брекеты лошадка. Я такая, ну молодец, сука, я терпеть не могу, мне вообще не нравятся эти железяки на зубах. Потом поставила сестра моя брекеты. Я говорю, вообще с ума сошла, она там отдала что-то 1300, наверное, уже за них. Я говорю, фу, блин, терпеть не могу брекеты. Говорю, никогда не поставлю. А потом мне бесплатно, понимаешь, бесплатно, бесплатно. Видишь, белые, бесплатно. Мне говорят, будешь ставить, Танюха, брекеты бесплатно? Я еще такая думаю, нахер они мне нужны? А потом думаю, ну, блин, бесплатно предлагают клиника. Бесплатно, тебе бесплатно предложили. Ты что сделал, не пошла в зуб ставить, что ли? Извините, это мой мальчик. Я такая, ну да, но только, говорю, не железные. Мне не нравятся железяки. Мне белые или прозрачные. Они все окей. Вот и все. Челябинск, привет. Украина, привет. Так, 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 так. Бери тогда на рекламу фитнес-цепт. Блин, вот я, не знаю, мне нужен такой тренер. Кто-нибудь смотрел? Экстремальное перевоплощение. Что-то такое по интернету. Когда мужичок такой красивый, толстушек таких брал. Приезжал к ним и полгода еще у них дома жил, заставлял там тренироваться. Вот мне вот тут такое, пожалуйста, если кто-то знает, пожалуйста, у меня контакты скиньте в личку. Кто бы меня приходил, вот так вот мои волосы на кулак наматывал, из кровати меня спортзал тащил. Я прям вообще ненавижу спорт. Я не знаю. Ну вот, знаете, бывает, правда, вот не нравится человеку спорт. Вот я не знаю, что дальше делать. Сейчас худеется-то медленнее. Надо бы как бы спорт хоть какой-то подключать. Ну, блин, мне так лень. Я не знаю, но я буду ходить, может. Это мне ходить лень. У меня сегодня 300 шагов. Ну, вру. 1300. Я же до школы-то Леру проводила. Я обратно пришла. А в обычный день, я не выхожу никуда. Это к вечеру 300 шагов. Я никуда не хожу. Я терпеть не могу ходить. Я ленивая вообще. Я тюлень. Мне хочется, чтобы ты научила, как ты блогерам, как ты, как начинала, что делала. Может быть, курс. Я, да, у меня курс есть. Я до сих пор его продаю. Он есть, курс. Напишите в личку просто про курс. Я вам скину информацию. Я не смотрю первый канал вообще, наверное, несколько лет уже. Что-то интересное, когда было, может, включала. А так... Ну, плавание, да. Только вот если бы еще бассейн был бы, вот, знаете, как я выхожу вот прямо из дома, вот тут бассейн. Куда-то пердолить надо, закупаться. Нифига себе, 9 тысяч шагов. Вы там ни ляжки, прости, Господи, не стерли, и пятки. Я тут в клубе была, танцевала, значит. Но я так понимаю, что на одном месте, когда дрыгаешься, телефон, да, там болтается. И, значит, открываю домок, видите. То есть это было, получается, с 12 ночи до 4 утра, да, вот в этот промежуток новые шаги считаются. 11 тысяч шагов было. Так я утром на раскорячку ходила, все думали, господи, спина болит, все болит. Господи, как может столько много ходить? Ну, обычно в день 4-5 тысяч шагов обычные. Вот если я вот веду Леру в школу, обратно, потом опять забираю, потом опять обратно, в магазин зашла, к сестре сходила, тогда 15 тысяч шагов. Заходите. Забираю ребенка, туда иду, обратно, сад далеко. А у меня все рядышком, и школа рядом, и сад, ну, как было, и сестра рядом. Может быть, если бы вот, хотя, если бы она чуть дальше сестра жила, я бы на такси ездила или... Ну, это, знаете, вот это вот в крови тюленьская жизнь, вот это вот. Что за экстренное заседание уже? Ой, все, чуть-чуть намылась. Ну, ладно, все, отключаюсь в океан. Ладненько, всем хорошего вечера, добрых снов. Гантели есть. Мне кажется, что они... Их съела пыль уже. Может железо съесть пыль? Последний раз, когда я их видела, на них, по-моему, вот такой слой пыли был. Прям гантельки есть железные, хорошие такие. И еще там какие-то с кольцами есть насажать. Ну, я не знаю, как правильно называется сейчас. Спортсмены, наверное, сидят, типа, ебало, какая тупица. Но я просто это видела только по телевизору. Вот мне муж притащил все это, значит, я поставила. День я, наверное, позанималась. Но это не вот час было, это как-то было, наверное, года три назад. И вот они, по-моему, уже года три как назад стоят где-то за диваном в зале. Типа, надо хоть посмотреть вообще, что же они там. Может, пыль, правда, уже прогнили от пыли. Ну, типа, и такая я вот спортсменка. Прям вообще не люблю плавать. Да, наверное, бы вот, ну, хорошая идея, в принципе, плавать. Просто плаваешь туда-сюда. Ну, чисто вот не на занятия какие-то там по плаванию ходить, а чисто просто сам по себе там туда-обратно. Вот это мне нравится. Я люблю плавать. Ну, не больше. Ну, видите, у меня прям вот реально нет около дома. Хотя вот в Сибиряк, куда я дочку водила, может быть, там. И крутить есть у меня эта штука. Есть она у меня в кладовке стоит. Ждет своего выхода. Когда-нибудь она появится здесь, выйдет на свет, покажет всем свои себя. Привет-привет. Крутила-крутила. Не, не слышала, что там кто говорит. Потому что я не смотрю вообще первый канал. У меня он сейчас ТНТ идет. А до этого пятница шла. Блин, а я от стресса ем как сумасшедшая. У меня тоже есть девчонки, которые, знаете, постоянно говорят, типа, ой, там переживают, так вообще аж 6 килограмм скинула. Я думаю, господи, я съела бы полхолодильника. У меня когда, наоборот, какой-то стрессняк. Я еще больше, я и так там дохера доем. И тут еще больше просто. А кто тоже, кто-кто-кто кушает, когда стрессует? Полицейский с Рублевки. Hello. Нашла свою футболку старую. Вот я тоже от стресса. Блин, плохо живется без Мальдив. А мне, знаете, что подписчица одна предложила? Такая говорит, Таня, ты такие классные обзоры делаешь. Вот не просто, говорит, как блогеры приехали там на Мальдивы, показали свои жопы, типа, в купальниках. Типа, а ты себя-то минимум показывала. В основном там вот это песок, вот это вода, вот это камень, вот это наш туалет. Типа, все, говорит, так показывало, что такое ощущение было, что мы сами на этих Мальдивах ходили. Давай, говорит, сделай, говорит, себе в сторис, типа, такую фигню. Выбирайте, куда поеду я, ну, в следующий город там или страну. Люди, допустим, выбирают. Ну, допустим, она там пишет, типа, там, как она написала, Египет. Пускай тебе, говорит, типа, все скидываются по сотке. Ты берешь билет и едешь. И, типа, и снимаешь обзоры. И тебе, типа, прокатиться. И мы посмотрим за 100 рублей хороший обзор. Так что надо вот так вот, короче, летать, понимаете? Типа, так, я сейчас номер карты сюда подцеплю. Кто хочет, значит, экскурсию, а то вы, получается, я, значит, потратила полмиллиона на Мальдивы, а вы, получается, на халяву там посмотрели. Вот что он прикол. Спасибо, что зашла на мой эфир. Ой, привет. Привет. Я ем всегда и везде. Не набирается. О, Господи, это та самая ведьма, которая зашла к нам в эфир, девочки. Вон, посмотрите. Которая ест, значит, и ничего не набирает. Дрещиха просто пишет. У меня, кстати, была в школьные года подружка, не знаю, смотрит, она на меня подписана точно, знаю. Маша, значит, она такая худая была. Раньше, помните, мода была чёрные такие ботинки, огромная платформа, там, руки не хватит, просто такие шнурки как-то, по-моему, вот так вот их там крючками типа подцеплять. И вот она худая-худая, у неё нога вот такая вот, вот клянусь, была. И вот эти ботинки на ногах. У меня, когда она жила напротив моего дома, и когда она шла со школы, у меня папа смотрел в окошко и говорил, о, Господи, посмотри, Машка идёт, говорит, ещё сильнее немножко, говорит, ветер, и её унесёт. А потом глядь на её ботинки и говорит, нет, не унесёт, ботинки её удержат. А она, знаете, так шла, вот получается, вот так ровно человек идёт. А если ветер, то она нагинается, да, как бы человек вот так, а она из-за ботинок вот так стояла, и у неё только вот талия и спина, нагина, ботинки, короче, держала, держали её. и она ела как конь просто, просто как конь, я один раз помню, как она съела, блин, всю сковородку картошки жареной, но я ее ждала, я думаю, ни хера себе, вот получается, ну, у всех разный метаболизм, кто-то реально как вот не в коня корм, вот муж мой, он, блин, может в 3 часа ночи встать, завернуть себе шаурму вот такой вот толщины, проглотить ее и вообще все. Спасибо, но нет Спасибо, но нет Слышали песню? У меня как сегодня это что-то такое у меня тут блестит Надо уже спать, ложиться уже поздно, уже 21.57 Спасибо Только вылезла с ванной, я вот говорю сейчас, я как обычно, знаете, говорю такая, сейчас Лера с ванной вылезет и я спать, ну, отключусь. Лера вылезла с ванной, значит, зашла, показалась, а я тут еще ха-ха-хи-хи Спасибо, но нет Спасибо, но нет Спасибо, но нет Это что за певицей, где она выступала и почему я пою целый день ее песню? Кто-нибудь мне скажет? Это какое-то евроведение было или что? Почему она поет спасибо, но нет Во времени? Да, вот я постоянно У меня очень много москвичей, да, меня смотрят, ну, не только с московским временем, у кого на 4 часа еще назад Было в своем весе удобно и пофиг на остальных, да Говканск, а ты меня там ждешь? Куда я там приеду? Стану на вокзал, передам тебе привет онлайн и ты скажешь, круто, Танюха, в моем городе и все, и до свидания А, будет в этом году? В Алтай не собираетесь? Ну, я не знаю, куда, куда батька нас вывезет, наш папка, батька Украина, 1658 Ага, у вас еще день не закончился-то, грубо говоря Красноярский край, да, конечно, Красноярск меня смотрит Спасибо, ну, нет Ага, гон на Байкал, тебе передам привет там 89.1355.49.006 Привет тебе с Байкала Черногорск, привет, а у нас 23.58, но у вас попозже, это вы где? Это вы в стороне где-то Владивостока? Красноярск Приветики Приветики, девочки У меня рост метр шестьдесят три, шестьдесят два, я не знаю, как Шестьдесят три, наверное, побольше сделаем Добрый вечер, Татьяна, привет, Красноярск Привет, Крым Абакан, здравствуйте Спасибо, что зашла на мой эфир Ты теперь, слушай, я когда-нибудь подключусь к тебе в эфире Ты вообще, наверное, тогда просто у тебя разрыв будет, да, там Павлодар, Анисбург с вами Тебе кульки собрать? Какие кульки? Привет, Беларусь Привет, Абакан Смотрите, кстати, передачу на ножах на пятнице Сергеев Посад, привет О, Норильск, вот сейчас рассказывала, говорю, мне сон же снился, как я очнулась, короче, как будто я в Норильске Вот реально просто на подоконнике выращиваю укроп, смотрю, понимаете, везде снег Думаю, ууу, Танюх, как дела? Да ничего, помаленьку, Алмата, Казахстан, привет, Боготол Чувашия, привет, Новосибирск Смотрите, Тань, Иркутская область, привет О, нет, говорит, у меня мама этого Ивлеева любит до безумия Еще покупает, наверное, домой баночки с икрой кабачковой от Ивлеева Белгород, привет Санкт-Петербург, обожаю на ножах Мне тоже прикалывает, но если только, знаете, если я голодная только Потому что если я поела, я не могу вообще смотреть передачи про еду Я просто, мне тошнить аж начинает, я думаю, о, нет, только не передачи про еду И я вот в основном смотрю, если на ножах у меня идет, значит, я такая голодненькая, поэтому я смотрю И также любые передачи про еду я не могу смотреть, когда... Алиссибирск, привет, когда вот я наелась Искренне без пафоса, блоги, привет, Сарат, привет Своего добра хватает Спасибо, приятно было увидеть, я убегаю Счастливо вам, пока-пока Калуга, привет, Кубань, привет, Новокузнецк, привет, все тут Железногорский край, привет У всех сегодня потеплело или только у нас? У нас сегодня прям тепло было Микроволновки Да, мне тоже нравится Да, я ем после шести Просто не ем так, как раньше Ем на пол ведра меньше Раньше много ела Что сегодня? Сосиски жарила в тесте Раньше бы я съела, не знаю Сосисок десять бы, наверное, ну, как бы, чай попить Ну, за два раза, ладно, за два раза А сейчас пол сосиски просто съела и все Ну, захочу, еще половинку даем Спасибо за Мальдивы, пока в декрете картинки Так, а вы тоже, да, смотрели Мальдивы? Значит, вам срочно нужно перевести мне на счет тысячу рублей Вы же были на Мальдивах? Были? Вот, значит, вы не должны Вот так буду всем говорить Скажу, вы на Мальдивах были со мной? Были? Вот, надо, короче, следующее путешествие организовывать Все складываемся по сто рублей Отправляем Танюху в Нью-Йорк И я буду даже вести прямой эфир Даже землю вам покажу Развырую что-то Вот надо, как зарабатывать и путешествовать Тепло было, Барнаул с тобой Прикинь, сегодня две семьсот заработок Молодец, заработок Да у меня когда тысяча, когда тысяча двести Я сейчас орехи, очень много орех ем Ну, то есть, стараюсь там Как бы по горстке, два раза в день горстку орехов Я знаю, что один надо раз, как бы многие считают Но я два раза, мне прям вот сытно от них Хорошо, вкусно И Вообще, ну, я на глаз, понимаете Посчитала пару раз Сейчас уже так, знаете, типа Ну, где плюс, минус, там сто Уже не это Я понимаю просто, знаете, сколько лет я питалась Там большим количеством еды Сейчас я ем в десять раз меньше Естественно, я понимаю, что калорий тут уже меньше Спасибо, но нет А вы видите какие-то подарки, которые мне дарить можно, ребят? Почему здесь горит счет? То есть у меня в прямом эфире, вот здесь где-то сбоку Я вижу какой-то счет Или это у нас еще не работает в России Просто интересно Вот я нажимаю Куда я нажимала? Блин, а куда я нажимала, что у меня подарки появились? Ничего не пойму А, вот доход 0,0 И хрен повдоль А что, надо дарить, чтобы у меня здесь было не ноль Подарки какие-то? Да здесь нету никаких, как в ТикТоке, подарков Ну, вот вы, да, мне не можете не дарить никакие подарки, получается Я понимаю, зачем тогда сделали этот счет, если нет никаких подарков? Ничего не пойму Это, наверное, за рубежом где-нибудь, там, за границей Это не про нашу вообще, Рашу Так, ну все, отключаюсь Все, спокойной ночи Всем приятных снов Все, значит, идем попку моем перед сном Можно и всеми помыться Но можно и сэкономить воды Значит, если у вас есть дети, значит То после них сразу можете в ванну пойти Чтобы большой счет не пришел за воду Вот, я так, ну, иногда делаю Да, никому не говорите Это будет между нами Вот, иногда спрашиваю у Леры просто Написнула ли она в ванну Если нет, то я сажусь и моюсь Я там, господи, зачем я это говорю Все, короче, всех обняла, поцеловала Спокойной ночи, всех люблю У-у-у-у-у-у Субтитры сделал DimaTorzok